Всем чербе, дорогие друзья, попытался перепеть Колю Баскова, не получилось, а хрип, но не обращайте внимания на мой хриплый голос, ведь сегодня у нас на обзоре просто крутейшие котлы, просто крутейшие котлы, кстати новиночка августа или сентября, там я не помню, если не ошибаюсь, конца в общем 2019 года и опять же это брендинг, трансформация, как это можете сказать, новое исполнение знаменитой классики 56 корпуса, чуть ли не сказал 56 года. Сейчас поймете о чем идет речь, небольшое предисловие, как всегда на фоне коробочки, фирменный стайл кот канала еще разок, и так дорогие друзья, вот вы приходите в часовой магазин, ну как я прихожу в часовой магазин попускать слюни, и дизайнеры, что самое интересное, не просто так получают свой хлеб, да, едят, смотришь и вот такие, и хронографы, и сапфировым стеклом, и спортивный стайл, в общем часов великое множество, но бывают такие, мимо которых ты просто вот не можешь пройти, чтобы потом нормально, спать, как бы они все красивые, да, но повторюсь, вот такие часы западающие в душу, они выделяются на общем фоне, ты потом про них думаешь, ты потом их вспоминаешь, эти часы, вот когда тот случай увидел, и как будто тебе пуля попала, бах, блин, да насколько они классные, ну вот согласитесь дорогие друзья, сейчас вы поймете о чем идет речь, это один из тех моментов, так, значит коробочка у нас стандартная, G-Shock, модель вы уже прочитали в описании, это GM56-00B, B, ER, это значит европейский регион, здесь могут быть другие буквы, но это не столь важно, коробочка в принципе стандартная, ну у многих G-Shock'ов коробочка, здесь у нас международная гарантия, то есть если вы в принципе будете узником замка Ивка, граф Монте-Кристо, 14 лет сидеть в тюрьме, то если сядет батарейка на ваших часах, вы в определенный момент можете предъявить эту карточку охраннику, и он вам обязан бесплатно поменять эту батарею, стандартная опять же шестигранная жестяная баночка, очень прикольная, и вот вспоминаем мое предисловие, которое только что рассказывал, тадач, вот просто круто тень, вот ребятки, знаете вот этот сатинированный безель, полированные грани, давайте просто вот их немножечко так в приближении покручу перед камерой, вот это вот, чтобы прочувствовать, эту обработку корпуса, все эти вещи, это кстати нержавеющая сталь, это не хромированный пластик, который любит Касио делать более там какие-то дешевые модельки, ну в общем смотрите, вот когда вы на витрине часы видите, мимо вот такого вот можно пройти в принципе, да, мимо легендарных 56.00, мимо такой брутальщины можно в принципе тоже пройти, ой, аж задел локтем камеру, то есть классно, но на любителя, ну когда вы видите вот такое, ну я не знаю, ну вы не можете пройти мимо, потому что еще они кстати есть в трех вариациях, вот это стальные, есть такие же только с черным IP покрытием или PVD покрытием, ну не столь важно, в общем черные полностью, вообще брутал-брутал, blackout, есть еще в камуфляжном стиле, в таком, то есть тут здесь вот прямо в камуфляжик идет и они такие зеленые, ну ребятки, моделька крайне удачная, сейчас расскажу о ее там плюсах-минусах, всех делах, небольшая предыстория, как вы уже знаете, наверное, ну для тех, кто не знает, вот эта вот моделька, это базовый G-Shock в 56.00 в том корпусе, который повторяет в принципе самую первую модель, выпущенную в 83 году DW5000, но он не обладает какими-либо функциями, да, но ребятки, самая удачная, наверное, форма корпуса, которая штампуется с 83 года, в суперцветовых каких-то там немыслимых вариантах, вот коллаборация недавно с группой Гориллась была в этом корпусе, тоже G-Shock вышел, потом они на 35-летие выпустили полностью стальные часы, там, с блютузом, с радиосинхронизацией, с питанием с солнечной батареей, со всеми делами, но они там стоят как бы не дешево совсем, там 400-500 долларов, точно не скажу, нету под рукой компьютера, но как бы дорогие G-Shock'и, стальные, суперкрасивые, и вот это вариант, это некий компромисс между пластиком и полностью стальными G-Shock'ами на браслете, то есть, что сделали Casio, что G-Shock практически всегда представлял из себя определенный сэндвич, это модульная конструкция, верхняя вот эта часть, это по сути накладка, потом идет корпус, это круглое пластиковое или металлическое кольцо и стальная задняя крышка, она может быть титановая, то есть, это бутерброд, который пособствует их неубиваемости и удара прочности, кстати, первые модели встали, Casio G-Steel, по-моему, тоже корпус у них оставался пластиковым, только верхняя вот эта броневая накладка бронированная, безель была металлическая, но могу ошибаться, в чем заключается компромисс, в том, что тут тоже идет сэндвич, они не полностью металлические, здесь идет сама основа, сам корпус идет из прочного пластика, сверху идет металлическая накладка, вот эта вот, и сзади металлическая крышка, если вы думаете, что это фуфло и, ребятки, ну, то есть, Casio там сэкономили, даже, я думаю, не стоит париться, потому что вот даже King of G, я не знаю, он тоже имеет пластиковый, по сути, корпус, и из первых, вот эти вот первые DW 5000, которые имели металлическое кольцо, металлическое в корпусе для упрочнения, было признано потом инженерами, что это даже избыточная прочность, даже вот такие пластиковые можно переехать самосвалом, так вот их раздавить просто невозможно, поэтому там сидят в инженерах не дураки, ребятки, здесь главное внешний вид, эти часы не обладают какими-либо, в принципе, суперфункциями, здесь все базовая, как и в обычных 56-00. Нововведения все-таки есть, сзади прикольная фрезерованная крышка, давайте я вам покажу, чем она отличается от обычной штамповки, вот этой вот, видите, да, она довольно тоже интересно так смотрится. Быстросъемные ремешки, обратите внимание, вот тут мы видим специальный такой шпингалет, потянув за который вы можете просто быстро поменять ремешок. Раньше для этого нужно было официальным инструментом вот здесь вот поджимать вот эти вот шпиньки и снимать таким образом ремешок. Первая такая система была у них на карбоновых часах, если я не ошибаюсь, на карбоновой серии, но сейчас они вот уже внедряют и дальше. Думаю, что на последующих моделях они везде будут делать вот такую систему со съемными ремешками. Так, ну и конечно главное, это что я уже показывал, это полностью металлический из нержавеющей стали безель, сатинированная часть идет и полировка по краям. Смотрится действительно бомбейски и учитывая, что инверсный дисплей, то есть полностью черный, конечно, читаемость, вот вы видите, читаемость здесь не на высоте, но если вы покупаете часы с инверсным дисплеем, вот давайте сравним по читаемости, да, то вы платите за стиль, конечно, читаемость. Из функций здесь все в принципе стандартное, это будильник, таймер, секундомер и все. Как бы нет ни мирового времени, ни синхронизации по радиосигналу, ни солнечной батареи, ничего нет, есть очень прикольная алюминисцентная подсветка, такого зеленого цвета, причем автоподсветки я здесь не нашел функции, может быть она и есть, но где-то хитро запрятана. Но если мы нажимаем и держим кнопку, то подсветка горит столько, сколько мы держим кнопку. По настройкам здесь все супер просто, мы нажимаем кнопочку Adjust, это левая верхняя кнопка, у вас замигали секунды, потом кнопочкой моды мы меняем минуты, часы вернее минуты, там год, месяц, число и опять настраиваем секунду. То есть это в принципе классический набор функций электронных часов. Главное, как я и говорил, это супер внешний вид. Давайте прикинем на руку и посмотрим, как они смотрятся на руке. Вот такой вот G-Shock, дорогие друзья, обязательно пишите в комментариях, что вы думаете и думайте, что вы пишете. А с вами был еще разок, увидимся, пока.